Едва не сгорел заживо. В минувшее воскресенье возле поста весового контроля в микрорайоне Сотниково произошло страшное ДТП. 41-летний водитель автомобиля Тойоты, будучи пьяным, не справился с управлением. Врезался в отбойник и перевернулся. В результате ДТП произошло возгорание транспортного средства. Находящиеся рядом сотрудники госавтоинспекции помогли водителю выбраться из горящего автомобиля и приняли меры к тушению транспортного средства. Благодаря своевременным действиям инспекторов ДПС мужчина не пострадал. Движемся далее. На федеральной трассе Байкал грузовик протранил 7 автомобилей. Водитель фуры ТЭО Ультра не справился с управлением. К счастью, обошлось без пострадавших, но вот ремонт авто теперь явно влетит в копеечку. В Улан-Удэ БМВ провалилась в траншею. Крайне странное ДТП произошло прямо в центре города 17 сентября. Машину в яме обнаружили прохожие. Судя по всему, водитель иномарки не заметил, что здесь идут ремонтные работы. Снес ограждение и влетел в яму. Недолго думая, владелец бросил своего железного коня и скрылся. Достать авто пришлось эвакуаторам. Еще одно ДТП произошло сегодня утром на улице Боевая. По словам аварийных комиссаров, водитель ТОЙОТА ТАУН ЭЙС выезжал со второстепенной дороги и на перекрестке совершил столкновение с автомобилем ТОЙОТА АЛЕОН, который следовал по главной. Из-за удара у последнего сработали подушки безопасности. Водитель потерял контроль и вылетел на трамвайные рельсы. Чудом обошлось без пострадавших. На этом аварии не закончились. В Нурселении сегодня днем столкнулись мотоцикл и Хонда Фит. В результате ДТП водитель двухколесного получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. На пересечении улиц Жуковского и Держинского ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕР ПРАДО, по словам аварийных комиссаров, не предоставил преимущества автомобилю Грейт Уолл. По итогу японский внедорожник совершил опрокидывание. Обошлось без пострадавших. Базар Юшеев, Новости дня.